Человек так устроен, что всё идёт через голову, через его сознание, даже если он суперэмоциональный. Я очень, скажем, как про меня говорят, очень продуманный. Я всё тщательно продумываю, и какое бы эмоциональное состояние ни было, я в итоге всё равно принимаю продуманное решение. Как бы это ни было тяжело, я долго взвешиваю, и всё равно человек так устроен. Но все решения в основном принимают через голову. Чему я это говорю? Я хочу сказать, что когда сознание людей, основной его части сильно изменится, то обязательно найдутся какие-то люди, именно в соответствии с своим изменённым сознанием они начинают уже действовать. Вот так в своё время я принял решение. Я занимался бизнесом, пришёл руководить энергосистемой, поработал министром, и я каждый раз принимал те или иные решения, какие бы они ни были для меня трудными, через свои убеждения, через понимание, что так надо сделать. Да, в итоге я сидел в тюрьмах, у меня отбирали мой бизнес, я снова восстанавливал, снова зарабатывал. Сейчас у меня нет никаких документов. Но представьте, я живу во Франции, у меня нет документов. Меня пытаются депортировать. Вообще ситуация же смешная. Меня пытаются депортировать французское правительство, но не может. Не знает, куда меня депортировать. Вот представьте, вообще нет документов. Они обложены различными конвенциями, соглашениями, даже договорившись с Токаевым, подписав многомиллиардные соглашения. Даже отобрав у меня политическое убежище, французское правительство, обложено разными судебными инстанциями, не может принять те решения, у которых умоляет и упрашивает Токаев. Он меня пытается экстрадировать, депортировать. Но вы помните, весь прошлый год при вашей поддержке я активно боролся. Я просил поддержать. 10 тысяч евро, 20 тысяч евро. Из месяца в месяц мы собирали эти деньги. В летнее время, когда люди неактивные, я получил серьезную поддержку и сумел оплатить работу адвокатов. И мы сейчас эту ситуацию подвесили. Видите, какая борьба идет. То есть идет мощнейшее давление на уровне государств, на уровне правительств, и ничего у них не получается. Да, у меня нет документов, но представьте себе, что вроде вот я совсем без ресурсов, без документов, не могу перемещаться куда-то. Но представьте, какие проблемы мне с моей командой удается создать этому режиму. А что было бы, если бы я обладал ресурсами, если бы у меня были документы и так далее. Мы там просто с верхней ногами давно бы все перевернули. То есть, видите, если сопротивляться, если опираться вот на своих сторонников, это очень сложно, очень сложно придавить вот это сопротивление, которое реально поддерживается. Мы же знаем, что наши люди хотят перемен. Мы понимаем, что за последние 7-8 лет сознание людей очень сильно изменилось. Участие людей вообще сильно изменилось. В основной массой они недовольны режиму. Но наша задача, чтобы недовольных было, не просто недовольны были, а чтобы какая-то часть начала активно действовать. Продолжение следует...